здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делать нас лучше и сегодня мне хочется поговорить вновь о воде мы уже как-то делали программу на эту тему но мне кажется это настолько глубокая тема настолько много там информации что они можно говорить бесконечно почему же вода наша все сегодня мне расскажет об этом алексей агалаков специалист интегративной медицины врач-хирург специалист по биохакингу здравствуйте алексей доброе утро расскажите же что такое вода для организма и почему ее дефицит ведет к проблемам вода это основная собственно субстанция нашего организма мы рождаемся все содержанием воды до 90 процентов и потом потихонечку 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 процентное содержание воды в организме человека уменьшается и поэтому есть такое выражение что старость вот старость это то чего мы все боимся не хотим то попасть вот старость равно сухость и вот высыхание высыхание соответственно и наоборот тоже дает такой же процесс то есть сухость равно старость и это старость может наступить у каждого в принципе в разные числовые промежуток времени по годам поэтому наполняйтесь водой и вас будет всегда вот держите свою норму воды она у всех разная конечно процента содержания какой должна быть но чтобы вы бы чтобы это было понятно давайте возьмем кости кости на на всем по кости на кость на 6 на 60 процентов состоит из воды представляете а у что говорить там про желудок про печень допустим про мозг головной про кожу и так далее все то есть сама клетка содержит воду и межклеточное вещество содержит воду и все мембраны все мембраны клеток они содержат воду то есть вода это универсальный и растворитель и универсальный переносчик чего всего всех веществ в организме до питательных гормоны из анокринных желез они тоже так вода их переносит питательные вещества переносит и ретроциты они же не сами по себе у них ножек нету они просто стоком жидкости стоком вот плазмы да они переносится куда-то там вот куда нужно то есть что такое кровь это плазма и форменный элемент облака плазма плазма это вода и белки ну то есть особый состав такой то есть но все основы это вода вода у нас присутствует у нас есть жидкие среды организма допустим стекловидное тело на глаза тоже вода но там содержимое воднистая влага так и называется воднистая влага внутри глаза у нас представить как все интересно хрусталик это тоже вода почему помутнение хрусталика так потому что ну вот те же процессы сухости наступает то есть это обезвоживание правильно это обезвоживание и обезвоживание длительные первые сигналы обезвоживания это ведь не только жажда не только на что как понять как вот этот баланс соблюдать кожа блеск вот такой запресс такой понятие тург кожи тургар тургар это такой вот упругость упругость такая которую видно принципе даже глазом видно мы же можем увидеть как все хорошо есть такое понятие как еще код кожа младенца да знаете такой сражение как кожа младенца то есть когда капилляры просвечивают через кожу когда кожа тоненькая вот и в этом случае она как бы наполнена хорошо водой то есть у него хороший тургар вот такая вот в идеале кожа должна оставаться у человека на всю жизнь коллаген допустим коллаген эластин это два белка нашей сытной ткани которые обеспечивают как раз это как пружину мантра со знаете да вот но ведь между ними то что это же не какое-то безвоздушное пространство между ними тоже вода и есть такие вещества специально как гиалуроновая кислота например который как раз эту воду и удерживает вот удерживает у нас в организме гиалуроновая кислота то есть по состоянию кожи глаз волос можно понять что нехватка кожи глаз волос можно понять о том что у нас что-то не что-то не что-то делается не так в организме как часто как много нужно пить воду еще просите вот еще такой показатель сколько раз человек мочится сколько раз мочится это всегда очень важно показатель потому что современные люди они допускают большую ошибку да они начинают экономить этот процесс по ну каким-то допустим гигиеническим там соображением физиологическим там бывает где-то неудобно где-то еще как-то о это целая история понимаете офисные работники или там правильное производство на каком-то как-то стараются это делать реже допустим да и попадают в большую очень большая ошибка потому что почки не могут работать по сухому они тоже должны быть наполнены водой сколько раз в день нужно 8 8 8 раз это и взрослым и детям ну да ну 8 это около то есть можно 7 можно 8 9 вот 8 раз вот вообще все должно быть по восемь раз восемь часов сон восемь раз смеяться восемь раз значит улыбаться магическая цифра магическая цифра цифра бесконечности восемь раз хотела обсудить такую тему как структурирование воды структурирование воды есть такая информация да что вода записывает информацию совершенно верно потому что расскажите да вода вообще вот мы ее как представляю ну просто жидкость да и везде полно о чем собственно говорить вода это есть вода скажет кто-то на самом деле вода очень интересная структура она может быть и газообразная она может быть и твердая она может быть и значит и виде жидкости да то есть это все агрегатные состояния на земле которые возможны может принимать вода вот но и соответственно то вначале конечно появилась вода потом уже появился вот вода представляет собой структуру кластера если мы будем говорить о микро микро уже таком уровне это кластер то есть там есть неподвижные формы их порядка 60 процентов и есть подвижные порядка 40 процентов то есть часть воды это по это просто неподвижная структура внутри стоит минерал чаще всего это кальций конечно но это у кальция там 8 а самая неподвижные тогда неподвижная структура это как парашютист который вот стропы держит за стропы парашюта да и он вот так вот и он может допустим несколько парашютов одновременно держать за стопы представьте себе да вот этот c в центре стоит кальций у него 8 порядка вот этих таких вот струб на за которые он крепится к нему же непосредственно сама молекула воды потому что если мы уберем то есть произведем деминерализацию воды это называется вода дистиллированная вода вот то она будет не она не она уже теряет структуру она не не напитывает человека соответственно это уже вода мертвые вот это очень важно и остальные порядка 40 процентов да но это это соотношение может меняться а это более подвижная форма они не связаны непосредственно вот со структурой внутренней структурой кластер с минералом никак не связаны и поэтому они обеспечивают еще живостью такой вот и понимаете то есть есть неподвижная часть то есть короче в воде есть часть неподвижная а есть часть подвижная то есть статическая и динамическая часть и это это вот это объясняет все она может и замерзнуть это моментально раз на структура такая как кристаллическая решетка как раз и появилась до а в то же время она разморозилась и настала текучей и приняла объему форму того сосуда куда ее налили у поразительные свойства не у ни у кого вот ни одного вещества таких свойств больше нет и когда-то мне рассказали такую интересную очень вещь что значит у воды вообще очень много состояния и зависимости от того насколько мы ее наделяем своей ментальностью то своим мыслями то есть она может быть и добрый она может и быть и ну всякой вот различные поэтому конечно и это уже давно известно это кристаллы вот эти все как снежинки вот такие они уже все же ведь вот изучены уже когда там говорят любовь когда говорят добро когда радость на меня менять свои свойства да на этом связаны вот эти крещенская вода тоже такая же то есть мысли мысли они действительно очень хорошо записывается на воду самая лучшая вода оттекает та которая в природа отдает то земля уже отдает это родники и ключи вот когда вода подготовлены там есть показатель такой овп оксидно-восходительный потенциал воды это очень важно потому что в клетке у нас минус 600 или вольт а водопроводная вода допустим дает 500 мили вольт и мы плюс 500 плюс 500 понимаете вот у нее то есть чтобы она попала в клетку с ней должно что-то произойти чтобы вот этот потенциал был соответствовал потенциалу в клетке внутреннему представляете какая работа на опять же буферных систем в организме по подготовке этой воды это же затратные очень механизмы по энергии по 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 ну там много что туда тратится на это и сила и астронизм на это и поэтому истощаются поэтому конечно такую воду пить нельзя и вода родников она как раз имеет отрицательный овп а также воду можно приготовить домашних условиях то есть знаете есть допустим даже в морковку почистить на и положите в бутылочку с водой буквально немножко там пару колечек то к вечеру у вас будет вода живая она будет иметь уже такой потенциал авп даже отрицательный может иметь понимаете вот то есть ну все живое оживляет так сказать воду и если мы еще говорим хорошие также мысли то да слова хорошие на воду что раньше делали наши предки с вами они перед тем как садиться кушать что делали вот произносили молитву произносили молитву они заговаривали потому что еда это тоже вода то есть они структурировали перед пищу воду перед тем как ее принимать внутрь организма соответственно что посеешь то и пожнешь интересно если может быть в вашей личной практике не знаю может в вашей жизни какие-то способы как вы структурируете воду то что самое точно так же я молитвы к сожалению не знаю но просто своими словами говорю что то такое вот это можно своими словами просто сказать что она откликается на любой посыл который идет от нас у нас из сердца идет посыл то есть конечно от ума эту воду и загореть нельзя вот даже мне рассказывали такой случай что вот если ты в холодной этой осенью допустим до решил искупаться то если ну как ты очень хорошо с водой договоришься ты зайдешь искупаешься и ты ты будешь чувствовать вот вот даже так но это это профессор мне рассказывал из москвы который до который долго работал с водой и знает эти вещи вот даже так ну это не мистика это пробуйте пробуйте в своей жизни и вы увидите результаты то же самое что мы видим с растениями вот когда выращивают особенно же бабушки вот эти течки да вот они сейчас выращивают в огородах да свое вот у них они даже в город привозят там что-то то у них лучше купить чем чем в магазине вы понимаете да потому что они с такой любовью это все сделали и как у них все это растет дома вы можете наблюдать как цветы у вас вы поливаете что-то с ними разговаривая живая природа вам откликается так все устроено в тонком мире потому что и мы тоже вода мы тоже кластер понимаете да и когда вода с водой взаимодействует то они друг друга начинают понимать изучайте просто глубже этот процесс и поймете что мы вода мы вода но мы вода еще в особом состоянии мы вода в сцене геля мы не просто вода вот мы структурированная вода и диски у нас межпозвон межпозвонковые диски на они тоже содержит воду почему всякие протрузии грыжи диски случаются потому что оттуда ну выходит вода то есть диск становится сухим и он может раскрошиться даже понимаете вот мышцы почему теряют эластичность то же самое вот по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть и раз но то есть вот баланс водный человек должен соблюдать но ты не знаешь пить много воды это полдела нужно воду еще удержать в своем организме в тканях так так а здесь как как это сделать а это уже как сделать это одними мыслями это не удержишь вот тут способ такой очень нужно мы же говорили про лимфу да чтобы лимфа должна быть чистая еще раз про лимфу лимфа что такое лимфа да по-гречески лимфа это чистая вода то есть то что все внутри у тела у нас собирает до лимфатической системы на все собирает собирают все ненужное как бы и очищает в лимфоузлах так вот она по идее должна быть чистая то соответственно это и питание соответствующие такти чистый кишечник это различные программы детокса так называемого модного детокса а по-нашему по-русски это просто эти разгрузочные дни поме или посты как это было да вот несколько раз в год нужно да несколько раз в год да по 21 дню вот так вот ну вот но опять почему это сейчас плохо работает потому что у людей очень много дефицитов минералов и витаминов то есть микро и макро нутриентов когда есть состояние дефицита и человек начинает еще допустим голодать и там как-то разгружаться у него пружина пружина дефицита понимаете она сжимается а потом она как выстреливает опять и и и вот это как компенсация человек начинает на там наедаться как-то попытаться там вот то есть однозначно это все это проблема вообще медицинской без медицинской поддержки сейчас ну мы вот это делать доктора не советы потому что нужно именно человека очень аккуратно завести в разгрузку объяснить ему что он должен сделать и посмотреть его результаты и конечно до то есть лабораторная диагностика нужно и после посмотреть вот но если делать все грамотно то конечно это будет ну можно сохранять себе состояние воды примерно на уровне 17 18 19 лет всю жизнь то есть вы будете всегда в этом состоянии находиться это можно сделать ну как раз то что мы с вами перечислили да соблюдение питьевого режима очищение организма и применение минералов использование минералов обязательно да потому что вода еще раз говорю она должна пополнять саму себя есть такое понятие если вам такой маленький пример приведу вот кто изучался промат знаете да сопротивление материалов там есть такое понятие усталость металла то есть любой металл вот конструкции допустим мост да вот там некоторые со временем до конструкции они как бы металл теряет свою силу вот то же самое и с минералами происходит у нас в организме почему у нас должно постоянно меняться мы же не можем вот когда мы выросли и с этими минералами мы не проживаем всю жизнь они у нас находятся в обмене у нас обмен 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 вот тогда если минерал один уходит на его ну который отработал свою свою срок до на его место приходит другой тогда он и может держать то хорошо эти стропы понимаете вот в чем сила а энергия энергия вообще вот записывается как хорошая музыка на пластинку виниловую записываться значит что меломаны слушает только винил признают только пластинки виниловые не электронную музыку они не слушают то хорошая вот энергия записывает ну энергия у нас всю энергии солнце она записывается на минералы или на витамины они как раз остраины в воде и вот это все настолько взаимосвязано и когда кластер хороший хороший устойчивый кластер человеку вообще всему он у него энергия очень хорошо течет энергия в организме по его тонким каналам это все изучает древняя медицина и юридическая медицина обязательно мы сенок не вернемся когда-то вот очень раньше тем лучше вот все это будет изучать с именно с этих позиций на вот протекание энергетических процессов то человек будет всегда здоровым счастливым и это есть вообще то это есть ну не просто счастье это есть и общественное благо общественное благо когда все здоровы и они хорошо работают они создают там ну продукты какие-то производят оказывается эта тема тема про воду и водный баланс гораздо более глубокое очень казалось мне мы все это можем чувствовать когда у нас допустим происходят какие-то праздники да допустим вот крещение да все собираются все так вот раз и чувствует и знать о купании в воде да делается полынья да и ну как по научному это как по правильному это сказать да ну вот и туда прямо раз да и люди ныряют увидели это все как это так может быть на улице минус 25 вода холодная они там а им хорошо как ну потому что это это уже в одиночку такое не сделаешь настрой наверно как настрой это настроек да да все это и это все вот 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 посмотрите на этот процесс что вода в нас да и вода в реке и вот они начинают дружить между между собой вот так вот это очень интересно я благодарю вас алексей за разговор у нас в студии был специалист интегративной медицины алексей агалаков спасибо здравый смысл имеется противопоказания проконсультируйтесь у специалиста